Окей, окей, let's get to YouTube Всем пипетуньке Зажим свечку Fire on fire When I'm on a kiss We must die Зачем мы делаем все так демонстрационно Мы что-то обставим Пускай не будет такой кофейный запах у меня тут Окей И сегодня наконец-таки Я снимаю обзор книг Книги Та-дам! Бегущий за ветром Халида Хасини Я безумно обожаю этого автора Халида Хасини Мне очень-очень сильно нравится Как он пишет И где-то неделю назад я закончила читать Бегущий за ветром И еще не начинала читать новую книгу Потому что мне очень хочется поделиться Все эти мыслями, эмоциями, впечатлениями После прочитанной книги Вот поэтому Надо же выговориться Сам автор Халет Он так Так умеет классно это писать Что он просто Захватывает полностью ваше внимание Он дает, знаете, так по чуть-чуть Первая глава, например, начинается Он рассказывает, рассказывает И на какой-то интернете заканчивает Но Он не начинает новую главу С того, чтобы Рассказать о последнем событии Он начинает издалека как-то все преподносить И это так прям интересно читается Я прям обожаю А, просто обожаю Здесь об дружбе О предательстве О семейных отношениях О Афганистане, конечно же Это где-то 75-е года Уже чуть раньше, может быть И до 2001 года, кажется, рассказывается Роман написан таким образом, что Амир это все вспоминает Когда он уже взрослый И вспоминает всю эту историю История такая, что Здесь рассказывается о двух мальчиках О двух друзьях Один был из богатой семьи А другой был у него в услугах И они были постоянно вместе Дружили Одного зовут Амир, другого зовут Хасан Я не знаю, как рассказать это без спойлеров Просто я не знаю Ну, постараюсь В общем Али и Хасан Это крутые ребята Крутые друзья Они естественно все время вместе У них разница там всего лишь год И Хасан Он всегда такой волевой Он за себя постоит За всех Ну, такой справедливый, хороший Преданный очень друг Он очень любил Амира Вот И такой прям мужественный Отважный Ничего не боится Уверенный Хотя Такой, да Слуга Как бы Когда нужно знать там свое место Но при этом, да Он знал всегда свое место Не нарушал никаких там Запретов Не позволял себе То, чего ему нельзя было Вот А Амир, он был таким Скромным Иногда Трусишка Трусишка такой Немного Не мог за себя постоять Мог уступать Ну, как-то такой Немного вялый Деревый мясо Да, так сказать Вот И в какой-то момент В их отношениях Наступает просто Жест какая-то Амир предает Хасана И не может Смириться с тем Что он ему предал Не может Забить на это И живет Вот с вот этой ношей Но, представьте Действительно, прям Такое Я просто ревела Я помню Я сидела в купешке Читала эту книгу Я как бы вообще с тобой вместе Я стараюсь Но просто вот так слежу У меня тут такой гигантский комок Я такая Просто такая Пожалуйста Никто не смотрите на меня Мне так стрёмно И мне так больно Я читаю У меня слезы Сердце Все болит Ну как Как такое может быть Вот Я просто не понимаю Вот мне всегда было интересно Предательство Что такое предательство Я Меня никогда не предавали Я вроде тоже никого не предавала Я надеюсь Но я слышала У некоторых знакомых друзей Что Вот предательство Это самое ужасное Но знаете Никогда не было понимания Типа вот предал Это ужасно А как это Вот в этой книге Реально ты просто видишь Настоящее предательство Это просто Жесть какая-то Очень тяжело читать Так больно Вот прям Ну как так Но ты как бы понимаешь Его тоже Почему он так поступил Все равно предательство Есть предательство И дело в том Что этого мальчика Маленького Который еще не знал Чего как делать Его это гложет Он не может это отпустить И спустя года Когда он уже будет женат 30 лет Идет И пробует Изменить Все Что он отворил Вот и история Как раз таки об этом По книге он Приезжает в Америку С отцом После того Как произошло предательство Он не мог после этой ситуации Жить С Хасаном Эти слуги ушли Потому что им тоже было сложно Потом Наступает Когда советские войска Поезжают в Афганистан И все И в связи с этим Нужно езжать И в Америку Они уезжают Там он живет себе спокойно Пока не случается Звонок С родины От близких друзей Семьи Которым говорится Что вот Я пришел Твой момент И справить все Вернуть себе доброе имя Как было написано в книге Боже мой Я прям в шоке Потому что я очень редко запоминаю Вот какие-то такие фразочки Из книг Тем более Я не знаю Ну вот видите Видимо Эта книга Она настолько мне понравилась Что я просто Помню максимальные Детали Какие-то Прям очень впечатлена От этой книги Я прям рада После этого Сванка Он решает Возвращаться в Афганистан Стоит понимать Что там сейчас Власти у талибов То есть там Очень все плохо Я не особо С этой стороны С политической точки зрения Потому что Я больше Спереживала ему Как герою Как Об этой дружбе Их отношениями И так далее То есть не передавала Огромного значения Именно Моментам Где писались Про политику Может быть Потому что Ему было страшно Возвращаться В итоге Он возвращается И дальше Разворачиваются События Которые нам предстоит Прочитать Если вкратце То это о том Что он узнает Очень много нового Очень так все Переворачивает его жизнь С ног на голову Конец В этой книге Он такой Я просто Прочитала строчки И давай Такая О май гад Просто реветь Плакать Потому что Это так символично Мне нравится Когда Каким-то моментом Как-то Роман заканчивается Какими-то моментами Какими-то фразами Которые были Или говорились уже В начале может быть Книги Или где-то В середине Это прям так Типа О май гад Это же Это же Вот Вот И я прям обожаю такое Почему книга называется Бегущий за ветром Хороший вопрос Я сама не знаю Я вам придумала Наверное Во-первых Потому что Это связано с Игрой Воздушных змеях Они запускались О мире Или они запускали В детстве Воздушных змеев И то есть История начинается С этого Плюс Я думаю еще Потому что Бегущий за ветром Он бежит За свободой Что ли Я не знаю как это писать Но есть такие мысли Получается вот эта вся Ситуация Его предательство Которое он просто не мог Не вспоминать Которое он не мог Просто игнорировать Закрывать на это глаза Она его как бы все время Ложила И он решил Ему пришлось Поменять всю ситуацию Вследствие чего Он бежал как бы За свободой Он все не мог найти Не мог просто Освободиться от этой ноши Когда он освобождается Им становится так легко И я прям Не знаю Я пропомню этот момент Короче дальше спонтер Я уже не могу держаться Ребят Был такой момент После того как Произошла вот эта ситуация С предательством Он не мог Отпустить очень долгое время Это Уже когда он вернулся С Америки Калинистан И идет Забирать сына Вот этого Хасана Прям очень много спойлеров Сына Хасана Чтобы забрать его В Америку И жить с ним спокойно Потому что Хасана Уже нет живых А ребенок остался сиротой Он хочет его забрать И И чтобы его забрать Его избивает Детский друг Который сейчас тоже во главе Там какая-то шишка Какое-то здание Он просто его избивает А полусметь Там знаете Описывает Это Не две бра Он не чувствует зубы Еще что-то Просто все в крови Все так больно Я такая Ау май гудас Как это больно И в какой-то момент Он просто начинает сменяться Али Амир точнее Амир начинает сменяться От того что Боже мой Наконец-то Наконец-то я Получил свою сдачу За то что я натворил Ему стало после этого Так легко Вот Его избили И как будто Ну я не знаю Просто Ему стало реально легче Я сейчас думаю Ну капец Вот реально капец Столько ходить Ему все время хотелось Чтобы кто-то Кто-то что-то сделал Ему А он не понимал Да Эта книга Просто подрастающая Я люблю ее Я хочу вам прочитать Некоторые фразочки Я сделала очень мало закладок Если вы тут видите Прям мало-мало-мало Именно закладок Я сделала только то Что мне хотелось Перечитывать Именно вот эту Диалоги Где прям столько боли ощущается Я Я реально какой-то мазохирую Блин я вот люблю Когда книги Пишут так что ты можешь Прочувствовать все разные эмоции И мне очень нравится Когда фильмы Книги Они закладываются Не обязательно счастливым концом То есть можно Какую-нибудь драму Да там в конце И мне это нравится Я всегда конечно Я за хэппиент в жизни Но может быть Потому что Мне не хватает Каких-то таких эмоций в жизни Хочется почувствовать Какое-то М-м-м-м Сам автор об этой книге говорит Что после уезда в Америку Он ну как бы Очень редко приезжал в Афганистан Когда он писал этот роман Он все это переживал Проживал Вместе с Своим главным героем Там очень сильно Очень страшно описывается Вот этот период в Афганистане Когда были войны Когда просто Обычных людей Просто я не знаю Вот там такая сцена была Что И живых людей Брали И просто Закидывали Комнями Пока они не умрут Я не знаю Я очень Не люблю такие истории Но Ну как так Я просто не понимаю Вот такие люди же есть Вот просто есть И все Так вот Возвращаюсь к тому Что он проживал И переживал это все Со своим героем Когда он писал эту книгу Каким он видел Афганистан Вот все И все это просто Через себя проводил И когда он вернулся После уже выпущенной Этой книги В Афганистан Ему было Легче Легче Увидеть Легче справиться с тем Что он увидел в Афганистане Потому что Тут есть даже такая фраза Услышать это не увидеть Это реально так То есть мы все слышим Что-то там про Афганистан Но мы реально не знаем Как ему было легче Воспринять то Каким был Афганистан Когда он приехал Отчасти от того Что он уже прожил Пережил это Вместе со своим Главным героем Амиром У этой книги есть еще фильм Я начала смотреть Я его не досмотрела Но там Кадры практически Точнее Все повествование Оно не изменено Оно прям такое же Как в книге Вот Я думала что какие-то сцены Может быть уберут Но нет По крайней мере в начале не брали Я его не досмотрела По этой книге Я очень рада Что прочитала Я ее давно хотела Прочитать такую книгу И она мне безумно нравится И она однозначно Мой фаворит Короче это мой любимый автор Если что ребята Еще мне нравится То что у этих трех книг У них одинаковые обложечки Такие А то издательства И прям Ммм Такие классные Ну скажите же Ммм Меня удивила Ммм Преданность Хасана Вот Бывают же реально такие люди Которые От всей души Все для тебя Просто Это Такой Искренной Дружбой Именно Преданности Ммм Как у Хасана Не знаю мне кажется Нигде еще не видела Это просто реально Вау Человек Ну типа я не знаю Ладно Видео получилось слишком долгим Наверное Если вам понравилось видео Ставьте лайки Если вам не понравилось Не ставьте пожалуйста Ведь я это на короче Не надо Идите просто так Без лайков Без лайков тоже Дэцэ Тэцэйтпатэй Бегущий завет Ой Бегущий завет Коллег на тени 10 из 10 Всем рекомендую Просто знакомьтесь с этим актером Он потрясающий На этом все С вами была я Идана Всем спасибо Ммм Будьба Си су Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok